МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В многочисленных научных трудах и публицистических выступлениях профессор Кричевский отстаивает идею собственного уникального пути развития российской экономики. Но перед тем, как передать нашему гостю слово, я хочу представить нашего второго отчетного гостя, без которого эта книга все равно бы не вышла в свет. Это генеральный директор издательской торговой корпорации «Дашков ИК» Дашков Леонид Павлович. Поприветствуем, пожалуйста, в наших гостях. Дорогие друзья, я просто рад все расскажу о истории создания этой книги. Дело в том, что издательство наше уже давно сотрудничает с Никитой Александровичем. Вы издали совместно целый ряд учебных, учебных способий в свое время. И вот сегодня вашему вниманию будет представлена новая книга, уже другого плана, научно-публицистического такого плана. И с таким названием, как бы интригующим Россия, сквозь санкции к процветанию. То есть автор попытался в этой книге дать вопрос-ответы на то, как выйти из этой сложной ситуации, в которую попала Россия. Как достойно и укрепить свою позицию. А конкретно и подробно именно рассказывает сам автор. Спасибо. Здравствуйте, господа. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность книжному Дома и Библиотолу, огромное спасибо за то, что организовали встречу, за то, что первыми приступили к реализации моей новой книги. И, конечно же, огромное человеческое спасибо Леониду Павловичу Дашкову, руководителю, издательской корпорации Дашковской компании. Леонид Павлович, спасибо вам. Спасибо. Я вам скажу, что к Леониду Павловичу я обратился в самом конце августа этого года. и практически не в безысходной ситуации, но что-то близко к тому. Сейчас в лидерах продаж стоит моя книга «Экономика во лжи». Я ее издавал в другом издательстве, и я надеялся, нахлебался с ними в порядке, чем достаточно. Мне очень не хотелось с ними продолжать сотрудничество. Я попытался поговорить с другими издательствами, но у меня ничего не получилось. И вот пришло знание, пришла подсказка. Слышали, не знаю, откуда обратиться. Леонид Павлович, который, в принципе, занимается изданием больше учебной, учебно-методической литературы, ну, скажем так, научного издания в крайнем случае. И я очень благодарен Леониду Павловичу за то, что он очень оперативно откликнулся, он проникся этой идеей, проникся рукописью. И мы в удивительно короткие сроки, буквально в течение месяца, издали книгу, которую мы сегодня презентуем. И очень оперативно, очень квалифицированно, компетентно сработали практически все сотрудники издательской корпорации, даже как бы компании, которые имели отношение к моей работе. Спасибо вам большое, спасибо президентской корпорации, спасибо вам, Леонид Павлович. Теперь по сути я буду краток, схематично объяснить, как появилась эта книга, и что в ней заложено. Я уже говорил, что книга является второй книгой, которая издана в этом году. Первая книга – это «Экономика во лжи». Она находится в соответствующей секции. И книга «Россия сквозь санкции к процветанию» стала естественным продолжением этой книги. Почему? Потому что если вы сопоставите определенные главы, подглавки, разделы первой книги, вы увидите, что она перекликается с моей новой книги. Изначально я поставил в самом начале этого года, когда даже первая книга этого года была в «Типографиях», цель – посмотреть на современные аспекты экономического роста. И поскольку эта проблема занимает очень многие умы, и до сих пор нет никакого ответа на вопрос, каким должен быть экономический рост в одной и пятой стране. Есть ли закономерности, есть ли определенные цепочки, механизмы, педали, на которые можно нажать и получить на выходе то, что нам требуется. Я постарался, во-первых, обратить внимание на теорию, не нашел там никаких прозумительных ответов. Они, в общем-то, бьются, причем бьются одними теоретиками по отношению к другим. Я посмотрел на развивающиеся, формирующиеся рынки иностранных лидеров, и она тоже не нашел ответа. Я обратился к качественным признакам, которых характеризует общий экономический рост в этих странах, и начал находить определенные общие нити. В процессе исследования произошло то, на мой взгляд, главное событие этого года, которое мы будем помнить еще очень долго, это воссоединение Крым-Севастополь с Российской Федерацией. Ну и как ответная реакция Запада начались санкционные воздействия на российские степешки. Таким образом, книга трансформировалась в ту парадигму, в ту систему координат, в которой мы все сегодня пребываем. И, соответственно, в процессе исследования, сопоставления, ну, по-моему, экстраполяции того, что происходило на российскую экономику в сравнении с тем, что было в российской истории в предыдущие годы, международного опыта санкционного воздействия и экономического рост в условиях ограничения получилось очень и очень складно и, в общем-то, по полочкам. Больше того, в одной из глав, прям по пунктам расписаны идеи Вашингтонского консенсуса, идеи либерализации экономики, идеи ВТО, идеи восстановления после войны Германии. То есть я нашел, что та политика, которая проводит Запад по отношению России, это, в общем-то, политика. Она нам давно известна, только о нем четко ничего не говорится. И уже дальше, на основе того, что было выявлено в первой главе, в первой книге, вся книжка состоит как бы из двух книг, из двух разделов, которые я назвал книгами. Во второй части пошел разговор о конкретных направлениях, которые мы можем задействовать, которые мы можем использовать для того, чтобы в относительно короткие сроки не только вылезти из этой ситуации, потому что я не думаю, что термин «вылезти» для нас сегодня применение, но использовать, вполне использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы в относительно короткие сроки выйти на траекторию устойчивого экономического роста. В процессе анализа формирующихся экономик, как вы увидите, что там более десятка стран, это и страны Дрикс, и Индонезия, и Мексика, и другие государства. Я систематизировал эти страны по двум моделям, моделям социальной консервации и модели экономического развития. Модели социальной консервации я отнес, ну, сами понимаете, Россия, прежде всего. Кроме того, там оказалась Бразилия, там оказалась Южно-Африканская республика. Дальше вы посмотрите по движке. Что касается модели экономического роста и экономического развития, то вы понимаете, как вам идет речь. Это прежде всего Китай, это прежде всего Южная Корея, и это прежде всего Турция, если говорите, европейская часть. И после того, как я посмотрел на последние итоги деятельности и развития этих экономик, я пришел к выводу, что эти страны развиваются неравномерно, что в нулевые, что уже, можно сказать, в посткризисный период. Что я имею в виду? Там меньше темпы восстановления после кризиса 2008-2009 годов. Там не снижаемые социальные дизайнеры, там сильный курс национальных валют, там проще другие характерные для этих экономик моменты, которые вы найдете в этой книге. И если говорить о том, что нам нужно делать прежде всего, я не буду говорить об административной реформе и прочее, это, в общем-то, не совсем мое дело. Это осознает, что наша экономика и наша страна все последние десятилетия исповедовала модель социальной консервации. И пока мы это не осознаем, пока мы не скажем, не публично, но для себя, что мы так, и мы по-прежнему пытаемся восстановить то, что было до этого, у нас ничего не получится. Мы хотим на базе прежних постулатов, на базе прежнего императива, мы хотим развиваться дальше, мы хотим при прежней модели иметь те же центры экономического роста, которые во многом, вы понимаете, основаны на чем? На сырье и на фондовых показателях, а также на росте денежной массы в странах золотого миллиарда. Мы хотим на принципиально изменившихся условиях продолжать ту же самую социальную политику, которая была свойственна России в нулевые. Ничего этого не получится, надо перестраиваться. Перестраиваться как? После осознания того, о чем я вам только что сказал, нужно посмотреть, на чем строили свою экономическую политику ныне прорывные государства. Опять же, о которых я говорю, это что. Это искусственное, но сознательное ослабление национального рынка. Это создание точек роста. Я много говорю о том, что в Вьетнаме в настоящее время функционирует 1468, по-моему, кластеров. 1864 кластера. Во Вьетнаме у нас кластер один, курорты Северного Кавказа. То есть туризм у нас нуждается, оказывается, в бесстрашной поддержке, в бесстрашном стимулировании и подникании для мировой экономики. Дальше, мы нуждаемся в протекционизме. Что такое протекционизм? Это, по сути, поддержка собственного отечественного производителя. И самое главное, мы нуждаемся в переориентации нашей экономики, нашей промышленности на производство конечной потребительской продукции. То есть на закрытии того дефицита, который плавно перешел с позднесоветских времен на новую российскую действительность, и который был удовлетворен за счет притока импорта. По сути, у нас как был дефицит позднесоветский, так он остался. Ничего не изменилось. Потому что как мы тогда не производили в закрытой экономике те товары в народном употреблении, которые нам были нужны, так мы их и не производили. Но тогда был дефицит, тогда были там. Но на сегодня, пожалуйста, на улицу зайди в магазин, и ты увидишь импорт, который удовлетворит, то они будут в ответности. В книге этому посвящена отдельная часть, отдельная глава, где, опять же, на цифрах расписано то, как экономика Советского Союза жила в последнем году. Еще два момента, которые я хотел бы ответить, прежде чем перейти к вопросам, к ответам, к разговорам. Первый. Не нужно бояться того, что мы авторитарные государства. За последние несколько десятилетий, опять же, есть ссылки на первоисточники. Было проведено немало исследований по поводу того, какая экономика и какое государство эффективно. Авторитарными и демократическими. Вы увидите 52% прорывных экономик, где был устойчивый темп экономического роста на протяжении 5% в год, в течение 3-5 лет, к этой экономике демократической, 48% экономика авторитарная. Не нужно бояться государственного капитализма, не нужно бояться клановой структуры, собственности в экономике. Приводится, например, Южная Корея. 70% экономики, 30% экономики контролируют 74%. 70% чем более контролируют 30% экономики. В Мексике на 10 крупнейших кланов приходится до половины фондового рынка. Там есть прочие моменты, которые идут в разрез с принятой концепцией, либеральной концепцией построения. Наша экономика не подходит, это же очевидно. Это очевидно за последние 20 лет, это очевидно, потому что мы все пробуем, пробуем, мы все строим, у нас ничего не получается, но мы сегодня по-прежнему исповедуем либеральные мантры. Например, с одной стороны, экономика задыхается без кредитов, то есть нехватка ликвидности, нехватка денег в экономике, а с другой стороны, в цели борьбы с инфляцией, Центробанк уменьшает денежную массу. Хотя инфляция по-прежнему побеждает все и вся, особенно в Российской Федерации. И заканчивая наши разговоры, я хотел бы обратить внимание на вас еще на одну вещь. Опять же, в процессе изучения этой темы я обнаружил, что существует масса исследований, которые говорят о том, что иностранные инвестиции – это один панацея. Более того, это тот механизм, который при малейшем проявлении кризиса в той или иной стране приводит к тому, что экономики, которые прежде привлекали к инвестиции, рушатся. Я привожу в пример исследования трех индийских экономистов, один из которых был в середине нулевых миллионным экономистом Семерного банка, а сейчас является председателем индийского ОЦБ, Тарагурам Раджан. Он говорит о том, что за последние 35 лет, с 70-го по 2014-й год, четвертый год, они смотрели, не было ни одной экономики, которая могла бы подняться за счет иностранных инвестиций. Все успешные экономики поднимались за счет инвестиций в Инвестиции. И тут я говорю, посмотрите на денежную массу в России в соотношении СВОП с другими прорывными государствами. И оказывается удивительная вещь, что там это все на таблицах, опять же, из первоисточников. У нас получается 52,5% к ВВП, в Южной Корее 138%, в Китае 188%. При этом инфляция в этих государствах в 2-3 раза ниже по сравнению с Российской. О том, что у нас инфляция не монетарная, я вам говорить не буду, вы это знаете и без меня. В общем и целом, это первое издание. Мне очень хотелось бы его продолжить, но я полагаю, что здесь все будет зависеть, если я не получу, да, что я от того, как вы воспринете эту книгу. Спасибо вам большое.